Здесь нет никакого обмана, это действительно роман. Потому что о любви, о любви к песне, потому что в повествовании десятки героев. Чем не роман? Всё начиналось в 1976 году, когда в стенах Дворца культуры Фархад родился новый коллектив – хор Ивушка. Тогда его руководителем была Светлана Тимченко. В 1984 году руководителем стала Баталова Гуля Михайловна. В этом же году хору присвоено звание «Народный». У всех рабочий день заканчивается, а у Ивушки только начинается. Несмотря на усталость после трудового дня, участники хора спешат в родные стены Дворца. Я не представляю, где бы я ещё мог кому-то аккомпанировать, кроме как Ивушки. Я с удовольствием иду на хор, потому что я люблю общество и песни. Без общества и песни я жить, мне кажется, я бы не смогла. С каждым годом деятельность народного хора становится всё разнообразнее и интенсивнее. А всё любовь участников к народной песне, к своему делу и длительной репетиции в хоровой студии, на сцене Дворца. Здесь они раскрывают свою душу, делятся хорошим настроением, заряжаются положительной энергией. За годы своей деятельности и творчества где только не побывала наша Ивушка. Их песни звучали в городе Зафарабад, Учкудуке, Бухаре, Самарканде, Нурабаде, Ташкенте, Чкаловске. Надолго запомнилась туристическая поездка по Золотому кольцу России, Древняя Владимирская земля, Суздер, Боголюбово и пять памятных дней гастрольной поездки по Киргизскому взморью. Жизнь этого коллектива на виду, и всего, что было в ней, не перечесть. А живут они в одной дружной семье под названием Дворец культуры Фархад. Ивушку любят и здесь, под крышей родного дома. На сцене родного дома Ивушка не раз исполняла песни с солистами Дворца культуры и коллективами. И всегда такие встречи проходили в теплой, дружеской атмосфере. Вот так год за годом растет и расцветает коллектив народного хора Ивушка и продолжает дарить людям радость своими песнями. Ни один юбилей они отпраздновали на сцене родного дворца. В начале этого года в честь юбилея самым активным участникам и ветеранам хора профсоюзный комитет МГМК выделил путевки в пансионат Горняк. На всю жизнь запомнится эта увлекательная поездка. Ах, эти горы! Белдерстань, канатная дорожка, Чимган! А еще участники хора порадовали отдыхающих своими выступлениями. По приглашению Ташкентской и Узбекистанской епархии Московского патриарха Русской Православной Церкви и главы Среднеазиатского митрополичьего округа Пикентия 17 апреля коллектив хора ездил в город Ташкент для участия в пасхальном концерте. Своим замечательным творчеством народный хор Ивушка воспевал лучшие человеческие чувства, значительные для всех поколений, призывающие к любви и милости, состраданию ближних. Стало хорошей традицией в конце учебного года организовывать благотворительные концерты в городе Ташкенте под названием «Жемчужины Фархада». Вот и в этом году коллектив Ивушка уже пятый раз принимал участие в этом концерте. С нашей Ивушкой несложно программировать успех. С мастерством таким возможно пережить немало вех. Субтитры создавал DimaTorzok